Вот это письмо от 11 сентября. Здесь на двух листах бумаги, аккуратным и разборчивым почерком, Максим изложил то, что происходило 10 лет. 10 лет он пытается получить положенные 33 квадратных метра. За это время он успел жениться и уже вдвоем с супругой добивается справедливости. Познакомились мы в 2021 году в такси, подъехал по заявке. Как-то познакомились, начали общаться. Поженились мы 19 сентября 2022 года. Подробнее об обстоятельствах ситуации с получением жилья нам рассказала жена Максима. Сам он сейчас такой возможности не имеет, однако об этом чуть позже. Это обстоятельство также сыграет свою роль. Официальных органов позиция такая, что не хватает бюджетных средств, которые выделяются на данные закупку сиротских квартир и объясняют тем, что квартира будет выдана по окончанию срока по закону. В этом году Железнодорожный районный суд по иску прокурора Октябрьского района встал на сторону Максима и обязал Министерство соцзащиты предоставить ему жилье. Вот наш заявитель, который обратился к нам в редакцию, на какой он сейчас позиции находится? В общем сводном списке у него очередь 508, а по судебным решениям перед ним более 800 человек. Альтернативным вариантом получения жилья является жилищный сертификат. Его сумма 2,8 миллионов рублей, на который по идее можно купить 33 квадратных метра. Правда и тут есть нюанс. По оценкам Минстроя, квадрат жилья в Улан-Удэ в третьем квартале стоит почти 87 тысяч рублей. При этом, по данным агентства «Этажи», в августе этого года квадрат жилья в однокомнатной квартире стоил почти 115. Сертификат выдается на сумму 2,5 миллиона. Я посмотрела цены, какие квартиры. То есть на эти суммы даже элементарно дом не возьмешь. Однако даже сертификат Максим получить, возможно, не сможет. Одним из критериев его получения является отсутствие судимости. Сейчас Максим находится в следственном изоляторе. Может ли это как-то быть связано с этой ситуацией, с которой он обратился к нам? Да, потому что нужно было на что-то снимать жилье, поэтому он шел, крал. С работой было тяжело. Как-то так. Если бы была бы, скорее всего, жилоплощадь своя, такого бы, наверное, не было. Сколько лет очередь у нас в Бурятии в среднем? Ну, очередь у нас в среднем период ожидания 9-10 лет. Моменты, как исполнилось 18 лет. 18 лет Максиму исполнилось в 2013 году. Всего в Бурятии порядка 800 человек, которые так же, как и он, имеют на руках решение суда. Он в конце этой очереди. Всего же в Бурятии почти 6 тысяч человек имеют право на получение жилья от государства. А какую-то дату они не говорили? Нет, дату не говорят. Ориентировочно 2-3 года. 2-3 года, несмотря на то, что уже есть решение суда. Сейчас что-либо загадывать вы сами знаете. Все может измениться в последний момент. Вдруг большой транш поступит. В этом году в Бурятии квартиры получат 115 человек. Еще 94 получат жилищные сертификаты. Итого 209 человек. При этом деньги на покупку жилья выделяет федеральный центр. Мы в курсе этой ситуации. Держим на контроле. Требуем от органов государственной власти дополнительного финансирования. Введение новых механизмов обеспечения сирот жильем. Подробнее о том, как именно надзорное ведомство пытается изменить ситуацию, расскажем в следующих выпусках новостей. Дорс Себеданов, Артур Зержевич, Александр Семенов, телекомпания АТВ.